Добрый день, уважаемые радиослушатели! Морозный день понедельника и в эфире, соответственно, программа «Особое мнение» в студии Антонина Тихомирова. Какая слегка приболевшая, но буду стараться держаться бодрячком. И сегодня высказывает особое мнение мой очень приятный и комфортный, могу даже сказать, пожалуй, любимый гость, заместитель председателя правительства Кировской области Александр Галецкий. Здравствуйте, Александр Иванович. Здравствуйте, Антонина. Спасибо за любимого. Я тоже иногда буду швыркать носом. Хорошо, я думаю, что нас поймут. Уж очень холодно. Непривыкшие мы, отвыкшие мы от Мороза встали. Начну, естественно, с политики. Буду стараться быть аккуратной, предельно, потому что сейчас шаг вправо, шаг влево, не дай бог, что-то не так скажешь. Просто по незнанию или по недомыслию. Поэтому, если что, вы тоже меня корректируйте. Кировских единороссов возглавил Василий Сураев. Скажите, пожалуйста, Александр Иванович, стало ли для вас, стал ли неожиданным уход Вячеслава Тимченко, потому что Вячеслав Степанович вроде не так давно заявлял, что вроде всерьез и надолго, и, в принципе, признавался в очень хорошем отношении и лоббизму, так сказать, Киевской области, и что будет здесь работать. Ну и второй момент, естественно, как вы прокомментируете то, что... Ну, назначение Сураева. По первому моменту Вячеслав Степанович никуда не ушел, и мы с ним накануне в полицовете этого общались, и он еще раз подтверждает, что, естественно, он продолжать будет представлять интересы Кировской области в Государственной Думе, и очень надеемся продолжать лоббировать, так сказать, наши интересы и помогать, привлекать деньги федерального центра сюда на реализацию разных значимых социальных проектов. А по поводу Василия Куприяновича Сураева я скажу, что как человек, который тоже побывал в кресле исполняющего обязанности секретаря, когда после мартовских выборов прошлого года я 2 апреля подал в президент Генсовета партии заявление с просьбой освободить меня от исполнения обязанностей, со мной советовались, кому бы я предложил, так сказать, на это место. Я могу сказать, что среди двух-трех кандидатур я тоже называл Василия Куприяновича, считал, что этот человек совершенно нормально, спокойно, так сказать, может возглавить нашу областную организацию «Единая Россия». И человек авторитетный, человек взвешенный очень. Не принимает скоропалительных решений. Не принимающий скоропалительных решений, пользующийся доверием, уважением. Я был у него на предприятии, видел, как много делается и для модернизации производства самого, но и, так сказать, бренд его молокозавода, это на самом деле бренд, известный широко за пределами Кировской области, но много очень делается и в социальной сфере для работников ее предприятия, плюс у него же интересы сегодня, бизнес интересы не только предприятиям ограничены, у них целый ряд предприятий аграрных находятся в сфере их влияния по области и тоже был в нескольких этих предприятиях, в нескольких селах и видел, как там жизнь поднимается после того, как туда приходит со своим предприятием, конечно, это очень важно для нас. И, наверное, они будут продолжать развиваться, если все хорошо, да, то есть, для того, чтобы... Ну, то есть, это какая радость для сельчан, вот я что хочу сказать. Думаю, что да. Продолжим политические экзерсисы. Уже определено количество кандидатов по Гордуме. Я вообще, конечно, когда цифру увидела, думаю, мамочка, 217 человек. Ну, правда, тут какие-то идут перемены, кто-то что-то там, кого-то снимали, может быть, у меня устаревшие данные. Но я что хочу, в каком ключе задать свой вопрос. По вот этому вот подсчету, на тот момент, когда их было 217 кандидатов от Единой России меньше, чем от остальных партий, и в партийном списке, и среди одномандатников. Вот, как вы считаете, это некий показательный факт, там, фактор, потому что, ну, на мой взгляд, это тогда идет вразрез с какими-то там заявлениями негативного толка, что, значит, там, пытаются взять количеством и так далее партия власти. Здесь получается, что скорее вопрос качества, что не пытаются собрать там гигантское какое-то лобби партии власти, а нет, взвешенно подбирают кандидатов, как оказалось, по подсчету, так сказать. Цыплят по осени посчитали, и вот. Спасибо, Антонина. Я хоть от вас узнал, что 217 кандидатов у нас зарегистрировано для выборов в городскую думу. Ну, на мой взгляд, хорошая цифра, это показатель такой хорошей политической активности людей, как много желающих в эту политическую борьбу и стать депутатом. Я понимаю, что основная их масса стремится стать депутатом не для того, чтобы, так сказать, покрасоваться там на заседаниях, а для того, чтобы что-то реально сделать для лучшей жизни горожан. Я думаю, что в большинстве в своем это так. То, что касается партии «Единая Россия», которая не во всех даже округах там выставила, не полный список выставила, я думаю, что здесь две причины. Ну, во-первых, знаю, когда эти вопросы обсуждались на президиуме и на полицовете «Единой России», то, конечно, вопрос стоял прежде всего о качестве, не о количестве, и ряд кандидатур, так сказать, там отодвигались, потому что мы про Эмрии плохо прошли, над прочим. А второе, я думаю, что есть вторая причина, которой, наверное, тоже можно сказать, это мои ощущения, не так много людей, которые сегодня хотят идти под брендом «Единой России» на выборы, а лучше бы самым выдвиженцем, а может даже лучше бы от какой-то другой партии и прочее. А ну как ветер подует, с какой стороны, да? А вдруг вот вообще тут что-то произойдет с «Единой Россией», поэтому такие перестраховщики есть, конечно. То есть вы считаете, что и так и сяк, да? Ну все от человека зависит. Конечно. Очень хочется поговорить о позитиве. Вот эта вот фраза, которая сейчас, ну, неким образом была рекламной, город, в котором хочется жить, да? На городском собрании, вы, наверное, в курсе об этом? Может быть. Я был даже на этом городском собрании. А, ну вот, тем более, еще лучше. Озвучили проект развития города на ближайшие 12 лет. Что из того, что, коли вы там были, из услышанного вами, вот вам особо как-то вот понравилось и вы считаете, что это действительно правильная тенденция по развитию города? Что, может быть, вызывает у вас некие нарекания? Вообще, как вы оцениваете вот эту перспективу? Все-таки, ну, большой срок, 12 лет, не фунт изюма, это действительно перспективно, если надо там масштабно, как-то так. Я скажу, что я очень рад, что именно сейчас подняли эту тему. И 12 лет, это кажется только что, это очень большой срок. Для города это очень небольшой срок. Если мы хотим реально что-то сделать серьезное, хорошее у нас в городе, то надо начинать работать сейчас, а может быть, даже вчера надо было начинать работать. По поводу вчера. Я был на этом собрании общественном, городском. Я очень внимательно слушал доклад, который сделал Владимир Васильевич Быков. Презентация хорошая очень была при этом докладе. Слушал обсуждения, которые были, и вопросы, и предложения. Должен сказать, что сегодня, пока вот эти озвученные какие-то позиции, это наработки. Это то, что уже в работе находилось в последние годы, скажем там, или там, последние месяцы. И это сегодня презентовано общественности. Это правильно. Но мне вот этого мало. И мне-то кажется, что как раз хорошо, что за 12 лет до события стали задумываться об этом, каким городу подойти к своему 650-летнему юбилею. Потому что хотелось бы, чтобы не только те, кто сидит в кабинетах вот там на углу Воровского и Карла Маркса, но и все жители города подумали, а вот каким ему быть через 12 лет? А что нам еще надо? То есть есть ответы, которые лежат на поверхности, как бы совершенно мне понятно. Я даже выступил в конце этого собрания и сказал, что вот как можно шире бы надо сейчас попытаться принимать предложения самих жителей города. Хотя я понимаю, что там 99% будут из серии того, что на улице имени второго интернационала надо бы дворы заасфальтировать, на улице имени третьего интернационала надо бы подъезды побелить, на улице имени пятого и так далее. Ну это же рутина. Ну понятно, что вот 99% будет таких, но вот один-то может быть процент, а может и два даже. Я оптимист вообще. Оказывается, может быть предложения, о которых мы даже не думаем, но которые на самом деле очень нужны сегодня для развития города. Понятно, что я посмотрел, как пресса реагирует на это общественное собрание, на те предложения, которые были. понятное увидели самое большое, все пишут про третий мост, ну замечательно, может и четвертый, пятый нужен, может он нужен, так сказать, не поперек, а вдоль вятки, не знаю. Но действует масса других вещей, которые, вот они вроде лежат на поверхности, но про них не помнят, не говорят. Вот я, честно говоря, выступал в конце там только с одним предложением, с достаточно простым предложением. Мне давно хочется и со многими коллегами говорил об этом, чтобы наш город, он, в общем-то, он зеленый город такой, но он стал бы еще и городом, ну садом, громко сказано, хотя бы цветником. Вот так не хватает летом цветов на улицах, на площадях, у учреждений. И в принципе это сделать не так сложно. Ну в общем, да. Говорил о том, что, ну во-первых, так сказать, и мы в областном бюджете, у нас куча областных учреждений находится здесь, на территории областного центра. Выделим какие-то средства небольшие на вот это озеленение, отцветнение, так сказать. Городской бюджет по своим. Я думаю, что предприятия, учреждения, организации, магазины, там фирмы и прочее могут вполне откидываться на то, чтобы около себя эту территорию превратить в этот цветник. Ну это не так дорого. В Казани, помните, да, вот эти подвесные вазоны, которые... Ну вот эти подвесные вазоны, которые прошлым летом наконец появились, правда, я их видел только около горосполкома, пусть они появятся в других. так позитивно. Ну это правда хорошо, потом ведь одни цветы цветут в июне, другие в августе. Это можно вот все лето, там и сентябрь сделать город цветущим, но ведь хочется в красоте жить-то, понимаете? Но с вами согласились? Согласились, и я думаю, что этот призыв будет каким-то образом транслирован там дальше и в решения какие-то бюджетные и вот в небюджетные эти предложения. Конечно, в эту общую стратегию, на мой взгляд, хорошо укладывается то, чем и мне приходилось заниматься, поскольку я возглавляю рабочую группу по вот этому сложному очень проекту превращения улицы Спаска и Тролевского в пешеходную, создание, как говорят сейчас, культурной оси. А сложную почему? Потому что... Сложную, потому что вывезти сегодня в центре одну из улиц и освободить ее от транспорта слегка коллапсирует, да? И так у нас, сами видите, что мы уже догоняем Москву по пробкам. Нет, ну пол-то Тролевского ведь и так уже давно не проезжая. А почему пол? Ну, вот та половина от Ленина туда. От Ленина там это один квартал всего пока не проезжает. да, она коротенькая. А дальше вот сюда и тесла Карла Маркса, то достаточно много учреждений находится, организации, к ним подъезд должен быть. Плюс есть жилые дома, куда обязательная, там скорая помощь и прочее должна подъезжать. Это значит, надо рассматривать проезды через дворы каким-то образом. То есть, понимаете, решение принять это очень легко, высказать, все, с завтрашнего дня там все будет пешеходное. Ну, а что дальше? Центр города встанет. И все. А потом надо ведь привести очень серьезную работу по тому, чтобы облагородить фасады хотя бы исторических зданий. Так замечательно, что там очень много исторических памятников, но, во-первых, надо их привести в порядок, а во-вторых, если уж говорим о том, что эта улица такая культурная ось, так она и насыщена, должна быть учреждением. Ну, музыкальный театр ждем, все будет хорошо. Ну, замечательно. Ведь он там же будет, правильно? Я бы сказал, так сказать, скромнее все-таки дворец органный, этот зал органной и камерной музыки. Соглашусь. Не важно, как назвать, важно что. Мне бы очень хотелось, чтобы здание, которое занимает суд, угласной, он выехал, сейчас там пока район судов, это же здание бывшего губернаторского управления, и хотелось бы, чтобы это здание историческое тоже было отдано под музей, и там был бы филиал нашего Кривеческого музея, даже вот мне бы очень хотелось, у нас нет таких экспозиций нигде, как музей скромно-политической истории Вятки. Да. включая и такой мощный пласт нашей истории 20 века, как история Ветлага. Нигде, смотрите, это неизвестно. Нет, действительно, нигде. А это, я считаю, что, наверное, обязательно должно быть, потому что этим самым мы как бы память отдаем тем людям, которые безвинно пострадали в Ветлаге. У них дети, внуки, так сказать, остались, и, наверное, вот эта память, она должна быть. Я, кстати, очень рад тому, что президент образовал специальную рабочую группу. Вот сейчас начался год российской истории, по указу президента. И образована рабочая группа, которая будет заниматься как раз вопросами увлековечения памяти жертв, репрессий политических в нашей стране, и то, что Никита Юрьевич, наш губернатор, вошел в состав этой рабочей группы, меня, честно говоря, радует. Мы с ним уже обсуждали ряд моментов, которые надо внести бы и на федеральном уровне в составление какой-то особой программы, в том числе, естественно, то, что бы надо сделать у нас в Вятке. Ну вот, может быть, раскрою, так сказать, некий секрет, когда Борис Сафович в СССР у нас был здесь с выставкой своей. Мы после открытия выставки долго с ним общались. У него, оказывается, есть мечта, причем мечта уже достаточно прорисованная. Создать некий мемориальный комплекс, памятник особый такой, поставить узникам ГУЛАГа и вот Витлаго, как одного из самых больших, может быть, подразделений. Он показал мне даже свой эскизный проект, это очень интересный, я даже монумент не назвал, не знаю, как это сказать, необычно совершенно, как все у Массерера, это художественно сделано, идея там, великолепная просто. Но это же нужно место, где бы это смотрелось хорошо, писалось бы красиво, вот удачно. Естественно, и вот будем, думаю, что обсуждать и этот проект, и в рамках работы вот той большой федеральной рабочей группы, и в нашем составе, потому что, наверное, это надо. Александр Иванович, вот родилась мысль заотношения. А, прошу прощения, вот ушли мы как бы от города, надо, конечно, посмотреть и вот на развитие таких любимых мест отдыха кировчан, как говорят, это, скажем, Александровский сад, каким он должен быть сегодня, потому что кто-то помнит, там еще старожилы, каким он был, скажем, 50-е годы, я помню, каким он был, 60-е, 70-е, он все время разное было, но на самом деле всегда притягательный, такой был, притягивающий к себе, вот каким он должен стать сейчас и на перспективу, в этом тоже надо думать. Но сейчас не запущенный, нельзя сказать, что он там в хорошем состоянии. Но это просто сегодня вот такой уголок зелени, а вот, а что внутри этого парка? Культурное насыщение какое-то, да? Конечно, конечно. Я же хорошо помню, скажем, и очереди, которые стояли, и колесо обозрения, и к комнате смеха, и к лодочкам, которые эти были. Ну, это, наверное, тоже надо. Не знаю, только в каком это сегодня виде должно быть. Или наоборот, надо сохранить вот такой старый исторический парк со старыми липами, там прочее. Не знаю. Ну, важно, что приходят в голову эти идеи, и, наверное, всем это будет небезразлично. Это же все будет обсуждаться, я не понимаю. Никто не будет декларативно. Я считаю, что все должно обсуждаться, все предложения должны приниматься, и там хорошо, что городская администрация продумала, ну, во-первых, они там специально завели почтовый ящик, так сказать, на эти дела. Во-вторых, в библиотеке Пушкина, по-моему, каждую субботу там присутствуют сотрудники городадминистрации, куда можно прийти и просто рассказать о своих идеях, все это будет зафиксировано, и все это будет потом обсуждаться. Вот так вот вместе всем миром надо подумать, каким городом быть к 2024 году. Я только коротенечко еще спрошу, к слову, о памятниках. А когда-нибудь будет все-таки на этом вот месте, где только тумбочка стоит около этого самого драмтеатра памятник? Будет. Будет, да? Хорошо. Ну, я просто заодно говоря о памятниках. Теперь опять немножко, ну, нельзя назвать эту ситуацию позитивной, но она как-то непонятная. Вот хотелось бы, чтобы вы, может быть, как-то разъяснили, может быть, зазря студенты зашумели. Прошла новость, что студенты у нас остались без стипендий. Российский студенческий союз вот тут на днях первого числа забил, так скажем, в колокола по поводу задержки выдачи январских стипендий. Но задержка это не выдача, не невыдача, конечно, но, может быть, вы в курсе, сильно ли это критично или там не война совершенно, просто, ну, задержали раз в какой-то веке, мало ли там, Новый год, перерасчет. Вообще, Татарченко выделки стоила и что там, что за шумиха-то? Поскольку до меня тоже доходили эти сигналы, разъяснился, там связано с новым форматом, так сказать, финансовых взаимоотношений с января между Минобранауки и вузами и, как часто это бывает, так сказать, там, не до конца, вероятно, какие-то нормативные акты были приняты, утрясены, так сказать, или доведены до всех, до кого надо было довести. Конечно, задержка эта произошла в этой части пендии. Но невелика она была? Ну, как невелика, начали выдавать только в самые последние дни января. А обычно получают? Ну, обычно по-разному, в разных вузах, но вот, честно говоря, уж в январе, ты бы сам Бог велел стипендию выдать, хотя бы до 25 января, до Татьяниного дня, до Дня студентов, ну, другие, как Христовы дня. Но ничего у них перед 14 февраля, зато все дали. Ну, должен сказать, что мы свои деньги там перечислили на те стипендии, которые у нас губернаторские листы, вот там, первым, вторым курсом, там, педагогической специальности, это все было вовремя тоже перечислено. Ну, насколько я знаю, так сказать, выдача стипендий, она прошла сейчас во всех вузах, но началась где-то она там 30-го, по-моему, 29-го, 30-го января, то есть задержка, конечно, есть, и нехорошо, что такие задержки происходят. Ну, не критично, понятно, деньги там поступили на счета вузов, стипендиальная комиссия, они вовремя отработали стипендии назначены, выплачиваются. Ну, это просто было связано с новой системой, да, с какой-то там оплатой перерасчетов. Но нехорошо, все равно, что такой сбой произошел, лучше бы его не было. Ну, ясно, ну, то есть, в сущности, тут нечего особо обсуждать, все разрешилось, и слава Богу. Разрешилось, слава Богу, и дай Бог, чтобы в следующем месяце все в график вошли. Теперь опять о вашей очереди, но немножко тоже в таком критическом ключе, я о культуре, но как называется эта новость в интернете, депкульт нарушил дисциплину. Я это скорее для слушателей сейчас обозначу, потому что вы это прекрасно владеете информацией. Контрольно-счетная палата в результате проверки установила нарушение бюджетного законодательства и финансовой дисциплины при использовании средств областного бюджета на реализацию программы развития культуры Кировской области. О чем вообще здесь идет речь? Я вот слышал, что там в том числе речь шла про Рябова. Вот что там вообще, что за скандал, если это скандал, и что за неприятность? Можете как-то пояснить? Ну, конечно, неприятно. Неприятно то, что взятые на себя там обязательства по этой программе не выполнили в срок. Дело в том, что по развитию музея заповедника в Рябово, музея заповедника Браньево-Снецовых, там солидные работы должны были пройти в этом году. Ну, и поскольку деньги выделены в этом году, должны были, так сказать, завершить все там до 31 декабря. Что за солидные работы? Ну, вот вы упомянули там о тропе сказок, для которой надо обструктуру было всякие изготовить. Здесь-то как раз они все изготовлены, только, естественно, зимой их никто не ставил на эту тропу, чтобы это сделано весной. Но там есть гораздо более крупные объекты, хотя их можно назвать малыми архитектурными формами. Восстанавливается сама усадьба, у нас же только дом-музей, и больше ничего. А восстанавливается то, что было раньше за этим домом-музеем. Это амбар, это конюшня, это баня, это колодец. Ровно того вида, как все это было, да? Ну, примерно того. Очень похоже. Похоже очень. И проекты все были вовремя сделаны. Но, к сожалению, как это часто бывает, так сказать, со всеми торгами и аукционами, деньги были... С подрядчиками там, да? Их специалисты были в Рябово. Но, должен сказать, что вот мы с Никитой Ильичем были буквально за два или за день до их приезда. Их туда тоже там, в Рябово. Мы видели это своими глазами. Мы видели, что, естественно, не успевают доделать до конца года все эти объекты работы. Там шли полным ходом. Но, поскольку начались они позднее, чем предполагалось, и со строителями разговаривали. Понятно, что они заверяют, да, так сказать, там в марте месяце все это будет под ключ, сдано. Лично идет про освоение денег срок, да? Речь идет про освоение денег срок. Которое не успевается просто. К сожалению. Конечно, хотелось бы, чтобы там тютелька в тютельку раз в бюджете записано в этом году, в этом году все и сделать. Но не получилось. Но эти быстро хорошо не бывает порой. Если, допустим, потребовалось что-то, да? У меня вот очень большие были вопросы, например, вот эти срубы, это же деревянные срубы все. Из какого дерева они, так сказать, кладутся? Это высушенное дерево или нет? Или мы получим, вот так вот сейчас ускорим все, весь этот процесс. А потом гнить начнется, что нужны бешеные деньги, чтобы это заново все переделывать. Какой-нибудь венец один, да? Достать, потому что он сгнил. Потом там ряд вопросов возникло уже на месте, скажем, по той же бане, потому что оказалось, что когда она раньше стояла, эта баня, липа была очень тоненькая, маленькая. Прошел век, липа это одна из достопримечательностей сейчас усадьбы этой, это огромное дерево, и баня оказывается теперь, если ее ставить там, где она раньше стояла, она слишком близко к этой липе подходит, а это уже противопожарные вещи и прочее. Ну вот, так сказать, с проектировщиками договорились, что мы все-таки, нарушая историческую правду, бы они немножко сдвигаем. Но это логично. Но это логично. Логично. Чтобы что-то действительно до маразма-то доходить. Ну, я думаю, что те, кто приедут в Рябово весной, вот где-то в мае уже, они увидят, насколько прирос заповедник, не только вот этими строениями хозяйственными, но и вот этой красивой, очень поляной сказок, этим лабиринтом сказочных воснецовских героев. И хочу вам сказать, что, ну, наверное, тоже, так сказать, вы знаете, проходила эта информация, что по инициативе фирмы «Летучий корабль», которая у нас работает в Заречном парке, и по инициативе господина Козловского, который является инициатором создания сказочной карты России, у нас в Кирове в мае месяце, 18, 19, 20 мая, я почему-то так легко запомнил, потому что 19-й день пионерии всегда раньше праздновался, так вот, 18, 19, 20 мая у нас пройдут всемирные сказочные игры. Ух ты! Всемирные? Всемирные, только так. Ничего себе. На которые должны приехать сказочные герои разные, не только из нашей страны, но и из стран, как сейчас принято говорить, ближнего и дальнего зарубежья. Это, получается, все уже извещены, потому что времени не так много, и уже понятен список стран. От некоторых есть уже ответы, не буду сейчас говорить, так сказать. Не скажется? Нет, потому что работа продолжается, и это следует там. Так вот, три дня, которые будут проходить всемирные сказочные игры, выстроены пока концептуально таким образом. 18-го, все начнется в Рябово как раз, и мы всех гостей, в том числе и туроператоров, которых приглашаем сюда из разных регионов России, будем рады видеть в Рябово, где пройдет специальная программа по Воснецовским сюжетам, по сказкам Воснецовским. Ну, наверное, и вопрос транспорта будет решен, да, будет проще туда съездить, наверное, да, уж под это-то дело. Да, и знакомство со всем комплексом этого музея, ну, потому что на сказочной карте России, слава бог, у нас есть Воснецовская Аленушка, не только Кикимор. Есть еще Глинышек, и Глинышек теперь. Ну, Глинышек, спорный персонаж, честно. 19-го, 19-го, слушайте, вот я тоже думал, что Глинышек спорный персонаж, Тоня, но буквально вот вчера дома разговаривали с женой, и что-то, не знаю, вдруг я про эти сказочные персонажи ей сказал, и когда я говорю, вот какой-то Глинышек из Геранска, она говорит, как какой-то, у меня бабушка, а бабушка у нее из Геранска родом, она мне в детстве все время рассказывала сказки про этого Глинышка. Серьезно? Я думаю, это так оказывается на самом деле в Геранске-то это, испокон веков, значит, Глинышек-то есть. Вот такой получил подтверждение. Такое все-таки историческое, да, товарищ? Она так возмутилась, как ты не знаешь это вот. Ну вот, и... Ладно, снимаю свой праздник. 19-го праздник перемещается сюда, в город, и здесь в первой половине дня в нескольких точках города работают разные, ну, на Кикиморской горе, например, свое там будет что-то происходить, в других точках города плюс. Мы бы очень хотели, чтобы сказочные персонажи, мы это не будем предлагать, обязательно побывались с некой социальной программой в детских учреждениях, там в детских садах, в детдомах, в доме малютки, ну и так далее. В больницах, в детских. А потом часов в четырех на театральной площади само открытие этих всемирных сказочных игр. Ну, а игры уже пойдут 20-го мая, естественно, в Заречном парке. Единственное, что, так сказать, все, конечно, переживаем, какая погода у нас будет в эти дни в Кирове. Ничего, мы разгоним тучи своей энергетикой позитивной. Я, наверное, стала обладателем эксклюзива. Ладно, сейчас прервемся ненадолго. Реклама не будет долго. Не переключайтесь, особое мнение будет продолжено. Продолжаем слушать особое мнение заместителя председателя правительства Кировской области Александра Галицких. Александр Александрович, новость как такой, значит, ну, пункт, то есть вот пункт первый. Никита Белых, самый цитируемый губернатор-блогер по итогам прошлого года. Всегда подводятся некие, там, соцопросы какие-то, проводятся и так далее. Я не знаю, значит, хорошо или плохо. С одной стороны, да, можно это преподнести как там открытость власти, его цитируют. Он делает пиар нашей области посредством собственной харизмы и своего, ну, действительно, человек яркий, имеет смысл там его процитировать, иначе не стали бы цитировать. С другой стороны, ровно столько же нареканий у ряда там смешников, политиков и так далее, что не многовато ли Никита Юрьевич пишет о том, что с ним происходит в том же Твиттере, там, серии там, все подробности какой там личной жизни, выспался, не выспался, там, еду сейчас туда-сюда. Ну, и были, помните, в свое время в одной из наших газет кировских, там была статья главного редактора о том, что, дескать, есть вещи, которые себе нельзя позволять, идучи в крестный ход, значит, заигрывать с журналисткой в Твиттере и так далее. Вот, ваше мнение? Что, как бы вы оценили? Я понимаю, опять нехорошо, я ставлю вопрос, нельзя обсуждать начальство, наверное. Но если отстраненно, просто вот в плане блогерства, твиттеризма и так далее, и так далее, не многовато ли этого в информпространстве? Три вещи, если позволите. Первое, понятно, что это личное дело Никиты Юрьевича, и как человека, и как губернатора. А вот как губернатора-то, не личное? Почему? Личное дело, личное дело губернатора Белых, так сказать, он хочет, пишет, в Твиттер, хочет, не пишет. Но он же персона публичная. Ну, если, так сказать, он ставит задачу, да как можно больше количества людей донести свое видение того, что происходит, почему бы и нет? Если постоянно, к сожалению, Антонина, постоянно мы встречаем же искажения наших, скажем, решений, мыслей, каких-то высказанных идей, в прессе, я уж не говорю про интернет, но и в печатных, скажем, СМИ, иногда так, где удаешься, думаешь, ну я же вот совершенно другое говорил на пресс-конференции. Да и в телесюжетах изворачиваются, выхватывают полфразы, поэтому очень хочется, так сказать, вот напрямую как-то пояснять, общаться, я думаю, что от этого во многом зависит, вот это его желание, есть такое желание, ради Бога. Второе, вы, так сказать, будете смеяться, но я не читаю твиттер Никиты Белых, и я как-то, это может быть моя ущербность такая, действительно, я как-то и Никита Юрьевичу сказал, что я, честно говоря, не жижи, говорю, что я не твиттер, не говорю желанием что надо, не так скажете, так сказать, и мне просто немножко смешно бывает сейчас, когда люди обсуждают, в курилке стоят, значит, а вот он туда поехал, а вот он не выспался, а вот он написал это, и мне кажется, так сказать, такой большой плац жизни у некоторых уже становится, это жить жизнью твиттера Никиты Белых. Ну, это их выбор. Значит, и третье, такое, к слову сказать, соображение, которое у меня возникло в пятницу, поздно ночью, я с большим удовольствием посмотрел у Гордона в закрытом показе новый фильм английский, по-моему, о последних годах жизни Толстого, великолепная актриса, которая играла Елизавету II в фильме «Королева знаменитого» играет Софью Андреевну, ну, такой интересный западный взгляд на Толстого, на то, что с ним происходило, спорный фильм достаточно, но я вдруг себя поймал на мыслячем. Я в свое время достаточно много изучал вот этот последний период жизни Толстого, мне было интересно, я читал дневники, опубликованные практически всех свидетелей толстовской жизни последних лет. и тогда уже обратил внимание, как ему было нелегко, и сейчас обратил на это внимание, что и мне пришло такое в голову мысль, что Толстой по сути дела был первый третерианин, и все началось у нас более ста лет назад, почему? Смотрите, там вот все, что не говорил Толстой, там за обедом, на прогулке, все это фиксировали, да? И там минимум три человека записывали, там Душан Маковицкий, его доктор, тут же быстренько строчил все это, это хорошо показано в фильме, я читал толстенную книгу дневники Душана Маковицкого, секретарь строчил там, что-то Чертков писал, и это тут же сливали, как бы сейчас сказали, в СМИ, и на следующий день, он сегодня за обедом сказал, а на следующий день хоп, и во все европейские газеты выходили, вот Толстой заявил, думаю, такой отсроченный на сутки твиттер посудил, боже мой, я всегда думал, как ему тяжело было жить, так сказать, когда вот там каждое слово будто бы на вес зонота. Но это был не его выбор, правда? Здесь за ним записывали и ретранслировали, а здесь было самого... Да нет, записывали в открытую, так сказать, он это все видел, не пресекал, так сказать, правда, плохо это кончилось на станции Остапова, ну что и сделаешь? Ясно, ну, позиция ваша понятна. Давайте теперь ближе к тому, что вам, что вам более дорого, у меня остались пара образовательных тем. Давайте. Я уже от вас это слышала в личной беседе, вот, и грех не сообщить широкой общественности то, что так у нас здорово и классно. Школьники поедут на стажировку в Европу. Расскажите немножко вообще, кому повезло, как эти детки будут отбираться и что это будет за стажировка, то есть вот, где они будут жить, в какие страны, может быть, вот, ну, просто экскурс, небольшой. третий год уже вот мы выделяем деньги бюджета, небольшие там деньги на то, чтобы проводить такой конкурс и обеспечивать, ну, для детей-то бесплатную, как бы, стажировку, триместровую, это три месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, заканчиваются, начало декабря, в странах Европы для одаренных, интересных, талантливых школьников из Кировской области. Мы не проводим сами этот конкурс, мы договорились с партнером, с организацией АФС Россия, они приезжают сюда, ну, во-первых, сначала заочный этап проходит, каждый год новые темы СССР, в этом году тема была «Все флаги будут в гости к нам», и ребята писали о как раз туристском потенциале Кировской области, о чем мы вот можем привлечь к себе. По-моему, там более 60 СССР поступило из разных совершенно районов Кировской области, от старшеклассников, в результате 18 человек попали в очный, тур, три дня здесь под Кировом работала с ними комиссия, которая приехала из Москвы, так сказать, проводили деловые игры с ними, защищали они свои проекты, эти СССР, там прочее, в том числе язык, конечно, смотрели на страны. Ну, и в результате вот в прошлый понедельник губернатор области торжественно при всех, так сказать, вручил сертификаты победителями, их оказалось 10, мы, кстати, на расчем, если первый год было, по-моему, там 8, в прошлом году 9, в этом году 10, что меня очень радует география. Ребятки отовсюду есть, понятно, Киров там, Кирово-Чепецк, Снобоцкой, Красная Поляна Вятско-Полянского района, Санчурск. Но в основном из городков вот этих вот? Нет, нет, нет. Или из деревень и сел тоже есть ребятки? Из деревень и сел, причем наши ребята там себя великолепно показывают, вот мне было так приятно, в декабре я получил от АФС Италии благодарность, которую меня просили передать в Лебяжскую среднюю школу, и родителям девочки из Лебяжья, которая вот там три месяца прошла в Италии и показала себя вообще великолепно. А чем они там занимаются? Они живут, это программы волонтерские такие, значит, они живут в семьях, в обычных семьях, они учатся в обычной школе вместе со всеми ребятами. Правда, у них проводится такой ориентационный лагерь в начале, так сказать, и особенностью этой программы является то, что в конце программа завершается в Брюсселе. В какой бы стране ты ни был, всех привозят в Брюссель, в штаб Евросоюза, и там вот такой двухполагентный дневный лагерь проводится, так сказать, общий. Ну, понятно, что, как бы, язык, во-вторых, вот, нам-то самое важное, что ребята получают опыт межкультурного общения. То есть, они рассказывают там, почему-то... Да, они начали понимать, что вот люди разных культур, надо уважать, во-первых, человека любой культуры, любую культуру, на любое достойное уважение, но и гордиться тем, что ты представитель вот своей, там, русской, российской культуры. Но я хочу сказать, что ведь этим все не ограничилось. В понедельник выдали сертификаты победителям. Сюда приехали еще ряд других членов комиссии. У нас здесь, на прошлой неделе, проходил всероссийский финал конкурса на стипендию, годовую стипендию, вот так, для школьников Германию. Это конкурс, который ФС проводит совместно с ГИОТ-институтом. В прошлом году победительница была из Кирова-Чепецка, всероссийская, и поэтому они вот в этом году финал проводили в Кирове. Вы знаете, география меня поразила, я был на финале, когда уже победителей награждали. В этом году, кстати, девочка из Питера победила. Ну, вы знаете, география. Питер, Москва, Пермя, Ижевск, Воронеж, Новый Уренгой, сейчас скажу, фу, Хантамансийск какой-нибудь. Не, не, забраться. Ну, понятно, много. И это вообще, слушайте, откуда, четыре дня там ехала девочка с учительницей сюда, на поезде. То есть, вот такая огромная география, ребята увлеченные немецкой, культурой, немецким языком. Ну, и вот, тут один всего победитель. Это, конечно, было сложно, я видел у кого-то и слезки там на глазах и прочее. Ну, это здорово, когда у ребят такая возможность появляется. И эта инициатива никуда не денется, да, и вот она каждый год. Я очень надеюсь, что мы будем продолжать это. Но вы-то со своей стороны, может быть, отчасти здорово, что не именно под вашим там патронатом, вы сказали, как организация называется, которая отбирает. АФС России. Может быть, и здорово, что никто не упрекнет, да, что каких-то там какие-то знакомые, дети попадают, еще что-то здесь. Мы не отбираем. Вот, это вот здорово. Но вы со своей стороны тоже каким-то образом, помогаете в этом отборе и финансово, и организационно помогаете. Я, наверное, уже не успею про лучших педагогов вас спросить, потому что время стремительно заканчивается, как, впрочем, и всегда. А я, наверное, не успею ответить, потому что у нас лучших педагогов очень много. Вот, в том-то и дело. Тут, если эту тему развивать, она вообще достойна отдельного разговора, тем более я знаю, насколько вам это близко, и как вы любите своих коллег, и ровно как много в Кировской области умных деточек, так и я поражена до какой степени много увлеченных своей работой педагогов, и как это здорово, да? Еще раз в этом убедился. В субботу был на юбилее. 95 лет исполнилось 61-й школе в Нововятске. Раньше она была школа номер один в Нововятске. Я был на всем этом празднике, я видел интересных очень ребят, выпускников очень много приехал, ну и, конечно, педколлектив. Но сразу видно, что вот люди работают с душой по-настоящему, и результаты великолепны. Ну, в общем, в итоге все равно вышло так, что позитива в нашей программе, в нашей беседе получилось гораздо больше. Я тоже признаюсь вам, что я тоже, в общем, к оптимистам принадлежу. И хорошо, когда оптимист оптимист, оптимист и понимает, и в финале беседы вот остается такое приятное, хорошее настроение, потому что в основном все, что обсудили, все было хорошо. Спасибо, тем более, что прогноз обещает, что через неделю все-таки... Да, и морозы спадут. Особое мнение сегодня звучало от Александра Галицких, заместителя председателя правительства Кировской области. В студии была Антонина Тихомирова. Большое всем спасибо за внимание и вам, Александр, это очень интересная беседа. Спасибо и вам, Антонина.